Я недавно сделал видео о Германии и так её расхвалил, видимо, очень расхвалил, что многие из вас начали восхищаться этой страной. Наверное, вас подкупила зарплата у того же продавца хлеба в 1200 евро. Но не забывайте, что тут и цены на товары совершенно другие и налоги абсолютно на всё. Смотрите телек, платите налог. Пользуйтесь интернетом, платите налог. Это вторая часть о немецкой жизни. Минусы Германии. Вы когда-нибудь видели такое? А такое? А вот такое? Нет? Тогда вам точно нужно подписаться на канал Умного Тедди. Яркие топы и факты, крутые видео и конкурсы ждут вас. Кликайте ссылочку в описании под видео и подписывайтесь на канал. Раз в год вы обязаны платить налог на телевидение в размере 200 евро. Даже если вы не смотрите телевизор, даже если у вас телека нет, вы всё равно будете платить налог 200 евро в год. Это... это дорого. Далее о налогах. Тут... тут большие налоги. Смотря где вы работаете, кем вы работаете, женат или замужем, есть дети или нет, сколько человек в вашей семье, налог будет разный. Но очень много денег с вашей зарплаты государство заберёт. Я не сравнивал в первой части Германию с Россией, но тут вынужден. Если в России тоже есть налог на зарплату, скажу обычными словами, то в Германии он тоже есть налог на зарплату. Однако всё же с этими налогами выгоднее в Германии. Вот в России взяли с вас налог с зарплаты и куда деньги деваются? Идёт всё на содержание больниц, строительство дорог и так далее и тому подобное, но этого всего как-то особо и не видно, да? В Германии ровно так же, но в этой стране, когда у вас забирают ваши кровные, их видно, что не работают. По всех городах очень много урн, отличные дороги, в любой больнице ты лежишь как на курорте. Что-то я уже не понимаю, я минусы рассказываю или всё-таки уже плюсы. Дорогой мобильный интернет. Самое выгодное предложение со всех операторов на сегодняшний момент, за 1 гигабайт мобильного интернета в месяц, вам нужно будет заплатить 15 евро. За 1 гигабайт. Это дорого даже для Германии. А с тем учётом, что скорость мобильного интернета тут ничем не уступает скорости Wi-Fi, этот 1 гигабайт улетит мгновенно. Поэтому мой канал в Германии не смотрит. Ещё большой минус это спам на почту. И спам не на электронную почту, а на настоящую, физическую. На тот ящик, который висит у вас в подъезде или на двери. Каждый день вы будете получать пачку конвертов, которые хотите-не хотите, вы обязаны читать. Там может быть письмо от магазина, в котором вы купили когда-то кеды, что у них сейчас проходит акция и третий кед получите в подарок. Может быть письмо о новом тарифе вашего мобильного оператора. Это всё неважные письма. Но может прийти и письмо от банка, в котором будет написано, что ваш счёт заблокирован. Чтобы не пропустить важные письма, вам надо перелопачивать всю эту ерунду. Поняли, да? Вроде ничего такого, местные уже привыкли, каждый раз приходя с работы, забирать кибу писем с почтового ящика и только потом заходить в квартиру. Конец. В крупных городах вы не найдёте более-менее большой продуктовый супермаркет в центре города. Или даже не в центре. Нужно ехать на окраину города. Вот типа как у нас, да, часто Ашан, там и подобные другие гипермаркеты расположены на окраине города. Но у нас можно найти множество больших средних продуктовых магазинов. Даже в центре города, чтобы купить там масло, овощей, мясо, молочку, крабов, кальмаров, чёрной икры, да. То в Германии, в городах есть разве что кафешки, ресторанчики, булочные, в которые можно только прийти, покушать и уйти. Да, в принципе, многие так и делают, но дома же тоже надо что-то кушать. А купить продукты, то в принципе и негде в городе. Поэтому примерно раз в неделю вы обязаны будете ехать за город, чтобы скупиться на приличную сумму и забить ваш холодильник до упора. Но зато есть русские магазины с русскими названиями на товарах, описаниях товара продавцами. Это, конечно же, плюс. Плюсы некоторые я тоже буду называть. Да, тоже меня в комментариях заклюют, что меня подкупили, чтобы я Германию обгадил. А делал плюсы Германии. Так писали, что я пиндос, который продал родину и так далее. Ну, типа того. Коммунальные услуги тут существенно отличаются по цене по сравнению с Россией. Для примера, эта семья из троих человек в трехкомнатной квартире за электричество платит по 200 евро в месяц. Это еще с тем учетом, что они экономят. В Германии дорогая медицина. Запломбировать один зуб стоит тут не меньше, чем 160 евро. За один зуб. Плюс у вас обязательно должна быть медицинская страховка, за которую тоже нужно платить. Но опять-таки, все познается в сравнении. В сравнении с другими странами в Германии медицина качественная. Вот только вспомните, когда серьезно начинает болеть какой-то российский политик, звезда эстрады. Нужно сделать пластическую хирургию. В новостях говорят, куда человек поехал лечиться. Не в Польшу там или Норвегию. В Германию. А почему же тогда на нашей родине матушки ничего не делают, а? Ну как же так? Важный минус и тот, что, например, при стихийном бедствии, землетрясении, взрыве дома, вследствие чего ваша квартира была полностью разрушена, государство не компенсирует вам даже одной копеечки. А все потому, что вы сами заранее должны были застраховать свои имущества. С одной стороны, это кажется вполне логичным. Но с другой, Германия очень развитая страна, тут больше плюсов, чем минусов, но не помогает в таких случаях. Когда в некоторых других странах, которые пониже уровнем от Германии, да, и Россия говорю, помогают людям от разрушений их жилищ. Государство дает хоть немного денег, которые, конечно, не покроет стоимость жилья полностью, но все-таки хоть что-то додает. А вот и выкусите. Россия уделывает Германию в этом пункте. Да и по остальным тоже. Например, ну, не будем углубляться. Цены на проезд в общественном транспорте. Все, кто думает, что тот продавец хлеба, о котором я говорил в плюсах, будет ездить на BMW, то нет. Она будет ездить на автобусе. Если она работает в Берлине, то проехавши километров 15, она заплатит за проезд 5-6 евро. Это очень много. Паркинг. Машины дешевле тут стоят, да, но припарковаться в большом городе возле того же продуктового супермаркета будет только платным. Но показав чек, что вы скупились на определенную сумму, охрана пропускает вас бесплатно при выезде. Интересный момент. По сдаче пластиковых бутылок, и не только пластиковых. Если вы не можете найти себе работу в Германии, вот вам лайфхак. Лайф, лайф... Слово, блин, придумали. Лайфхак. Берете одну обычную бутылку, или жестяную банку, стеклянную бутылку, неважно, кидаете ее в специальный автомат и получаете за нее 25 центов. Это очень много за одну обычную пустую бутылку. Которую все равно люди бы выбрасывали куда-то в обычную мусорку. Подобные автоматы расположены абсолютно в каждом крупном супермаркете и даже на улицах, возле которых всегда есть очередь. Причем люди, сдающие бутылки, совершенно обычные, не бездомные. Ну, обычные люди. Взамен на сданную бутылку вы получите чек с суммой. И расплачиваясь на кассе, вы будете платить этими бумажками, как реальными настоящими деньгами. Кто за то, чтобы такие автоматы ставили и в наших странах? Дико ставьте лайк под видео. Как я и говорил ранее, тут очень много людей ездят на велосипедах. Есть отдельные дорожки для их передвижения. Так вот, в Германии тоже есть предприимчивые люди, которые воруют велосипеды. Относят в специальные магазины, которые специализируются на покупке и продаже БУ-великов. А так как права на передвижение на велики не нужны, группа людей ворует велик и привозит такой магазин. Те платят им деньги и все довольны. Кроме настоящего владельца, конечно. Настоящий владелец данного велосипеда. Затем заходит на сайт специальный, где видит, что в продажу поступил новый БУ-велик. То есть его. Или лично сам по таким магазинам ездит и ищет свой транспорт. Нашел, выкупил и ситуация может снова повториться. Почему он выкупает свой велик? Ну, велика у него же как бы нет, а новый покупать стоит дороже. К тому он уже нашел свой. Как бы привыкший к нему, там свой железный конь и так далее. Ну вы поняли, такое еще тут есть. На дверях подъездов, кстати, вот у нас кодовые замки, да? Номера квартир. Тут вместо номеров квартир фамилии главы семейства. То есть тут нет такого, как у нас, что такой-то, такой-то там Гудков Женя проживает в первом подъезде в 46-й квартире. В Германии в первом подъезде проживают Гудков Женя. И все. Номеров квартиры нет вообще. К минусам могу отнести и спокойное отношение к сексуальным меньшинствам. Тут нередко можно увидеть, когда двое бородатых мужиков идут за ручку. А еще хуже, когда они стоят и целуются. Местные не обращают на это внимание. Для них это вполне нормально. Гуд, если мужики друг у друга с... Гей-парады никто не разгоняет. Такие парады праздник. Короче, я отношу это к минусам. К минусам можно отнести и законы. Как странно это не звучит. Если идете по велосипедной дорожке, вас тут же могут оштрафовать. Если вовремя не оплатите штраф, он удваивается. Если неправильно выбросили мусор, штраф. Если неправильно припарковались, штраф. Тут везде стоят камеры. Развернулись на автомобиле, не в положенном месте. Приехав домой, в почтовый ящик посмотрели. А тому же письмо со штрафом. Так называемое письмо счастья, да? Тут за каждый ваш неправильный шаг штраф, штраф, штраф. Зато все послушные. Кстати, почему немцы воспитаны? Указывает нам дорогу, кто заблудился, о чем я ранее рассказывал. Все дело. В войне. По окончанию Второй мировой войны, немцам было стыдно за свои поступки. Даже те, кто не воевал. Им было стыдно за своих родственников, которые воевали. И они всячески пытались загладить свою вину. И это воспитание и осознание своей вины передавалось детям, которые относились к туристам с добротой. Они не делали им замечаний. Они показывали им, указывали дорогу, куда им нужно пойти, пройти. Пытались с ними подружиться. Вот эта толерантность, пунктуальность передавалась далее и далее и далее. И сегодняшний немецкий народ очень воспитан и культурный. Вот в этом и кроется разгадка. Но дело в том, что в Германии прет очень много людей на ПМЖ. Работу и люди смешиваются. Тут и немцы, и русские, и китайцы, и другие национальности. И я вам скажу, что в каком бы обществе вы не жили, если вы даже самый неотесанный быдлан и приехали жить в Германию, со временем такой быдлодядя, перед тем, как будет бить морду другому, попросит у него прощения, простелит коврик и только потом... Ну, вы поняли суть моей шутки, да? На этом всё. Кстати, параллельно, как писал сценарий, нарыл много интересной инфы о Японии. Если интересно послушать об этой стране, тыкайте лайки и будет ролик о Японии. Кто участвовал в розыгрыше на 35 тысяч рублей от канала Академия Покера, победители определены и указаны в описании под данным видео. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...